Татарстан Европейский опыт кольцевания птиц уже как три года привносит в нашу республику Ренур Бекмансуров. Сам он работает над спаркой Нижняя Кама в Елабуге и сначала там одевал кольца пернатым хищникам. Но большие группы гнездования орланов-белохвостов в природном заказнике Спаский. 25% всех гнездящихся птиц в Татарстане гнездится именно на этой территории. Это, конечно, очень успешное для них место, связанное с тем, что здесь хорошая кормовая база для них и обеспечена хорошая охрана. В первый год мы окольцевали 7 птицов, на второй год мы окольцевали 10 птицов, в этом году мы уже на сегодняшний день окольцевали 19 птицов и у нас еще осталось несколько гнездовых участков необследованных. Процесс кольцевания орланов непростой. Орнитолог должен обладать еще и сноровкой альпиниста. Забравшись на дерево, важно не спугнуть хищника. Маленьких птенцов укутывают в специальную ткань и спускают на землю. Здесь для них уже готовы цветные кольца. На правую лапу мы одеваем бело-зеленое кольцо, которое символизирует, что птица родилась в среднем по Волжье. Черное кольцо помогает идентифицировать птицу с расстояния. То есть вот белые буквы и цифры, они хорошо читаются на черном фоне. Кольцо должно быть свободным, не мешать птице охотиться и создавать потомство. Вход на кольце, как номер паспорта человека, там возраст орланы и место рождения. А вот места гнездования держатся в секрете. Их знают только работники заказника, чтобы птицы не стали добычей браконьеров. В этом году раненые хищники были обнаружены в Нижнекамске. Браконьеры, они есть везде. Рука человека не должна подниматься на таких птиц. Они не приносят ущерба ни хозяйству сельскому, ничего. Большие красивые птицы. Но в последнее время нет-нет встречается, конечно, мертвого орлана. Посидели, по крайней мере, подраненные. Европейская программа кольцевания рассчитана на то, чтобы любой, увидев орлана в природе, и разглядев кольца на лапах или сфотографировав птицу, смог прислать информацию на специальный сайт. По данным фото или сообщению, можно будет изучить маршрут движения орлана, что позволит сохранить краснокнижного хищника. Анна Городнова, Антон Королев, ТНВ, Спаский район.